итак здравствуйте дорогие мои друзья все мои подписчики те кто просто смотрит мое видео в общем вот еще моя новиночка для кукол это все потому что вот у нас есть такой магазин рядом с моей работой на на карповском вот там центральный рынок и в общем там есть магазин охапка назывался потом его переименовали в амигу теперь он закрывается навсегда то есть только он а вообще такие сеть магазинов закрыли практически по всему городу очень около 40 магазинов как я слышала вот потому что он еще у нас был на другом рынке там где китайский рынок октябрьском районе там октябрьский рынок и китайский то есть два рынка немного тоже магазинов он там через дорогу бы ты там просто была и не видела его больше закрылся тоже вот ну наш пока еще до продает около моего моей работы туда часто ходила там тоже типа что-то фикс прайса вот тоже дешевый магазин и как-то год назад я тоже видела таких же дельфинов надувных там не только дельфины там еще какие-то мячики там есть жираф еще какие-то там вот и я видела как-то год назад такого дельфина тоже одного надутого вот лежал то есть образцы надутые вот так вот уже были и сдутые то есть в упаковочках и я не нашла нигде там тоже искала смотрела там все в такой большой железной сетке валяется вот у них вот и год назад я тоже одного видела так надутого лежал в этой сетке большом месте там с мячиками все это тоже там всякие разные тоже надутые такие вот и что-то как-то сначала хотела купить потом думаю да ну что-то а потом вдруг ну подумала а чё дельфин классно можно для кукол использовать здесь даже если нету держателей потому что я как бы на речку захожу еще фотографирую здесь же нету да как бы держатели как вот например детям да вот такой вот покупают в качестве как плавательного средства да или круг что-то типа такого да вот и здесь такие держатели что можно плавать и держаться есть их нету но здесь можно все что угодно придумать можно резинкой прозрачной ниточкой вот здесь вот перевязать куклу до чтобы она держалась или так и дать в руки сфотографировать или вот заплавники или просто наверх посадить большой такой видите вот я купила два потому что как бы распродажи больше их не будет вот и тут когда я зашла в охапку распродажи хотела посмотреть тапки там которые я покупала вот их там теперь уже конечно же нет то что они вообще уже все прям практически там все пусто там чуть-чуть осталось и друг тут тут я вижу таких дельфинов причем много я сначала не нашла тоже вижу одного надутого а потом обернулась поискала везде смотрю смотрю лежат прочитал на этикетке сдуты в такой упаковочке пакетики прочитала там надувной дельфин розовый одумал классно взял два потому что даже ворачивался и племяннице еще один за то что она увидит у меня будут просить а не собирайся давать своих они шелок нет вот это конкретно нужно и отдельно покупать вернулась в общем купила еще вот и как раз для двух барби которые я хочу пойти входят на речку вот больших им да тут не только больших здесь и маленьким пригодится то есть даже вот барби вот такой вот вот то есть он еще пищит вот то есть у него там желтая какая-то штучка вот видите внутри пищит здесь он надувается вот такого достаточно таки большого но не очень большого размера вот да вот он здесь плавник берем барби да вот безграничным движением он очень подходит это вообще прям офигенно классно то есть остальные монстер хай может и может он не подойти потому что их сложно сюда будет посадить у них вот так вот особенно сейчас у новых ноги не раздвигаются в основном вот то есть видите можно вот вот так даже взять до куклу и вот так вот посадить вот видите вот и вот так вот руками можно зацепиться принципе можно рядом поставить или просто положить видите вот и она так даже может сидеть действительно прикольно да но если вы например хотите на воду да поставить так же как я фотографировать в воде там речке можно вот здесь вот так вот резинкой вот так перевязать или или вот тут вот так вот руки вот так куда и заплавник вот чтобы она не упала потому что у меня такое бывало что я посадила на камень мишель мэр мэйд куклу овер афтер хай дочь русалочки на камень да вроде она сидела хорошо я посадила ее прямо плотненько так только я взяла фотоаппарат включила одну когда отворачивала же фотоаппарат брала смотрю она уже в воде валяется не даром она дочка русалочки блин вся намокла хотя она была в хвосте русалки я переодевала специально покупала русалочку ариэль чтобы взять хвост я уже снимала на нее обзор вот и писать голову пересаживала хозелая вера в трех и и мостах а то что они им идеально подходит вот и хорошо что она была в хвосте я ее пришлось мог мокрую фотографировать дальше вот видите как она идеально тут сидит барби хорошо он такой дельфин и можно вот даже купальник одевать и фоткать не только так конечно же можно еще и например если например эвер автор хай взять дали вот так вот зацепить как-то положительно или можно даже вот так вот так как-то положить не знаю но если это эвер автор хай конечно же то есть и зацепить вот так куда больших барби можно уже за плавники и так подцепить и вот ну или можно просто даже вот так вот сделать до заплавник и вот так вот вниз но она там будет ну то есть я купил вот эти вот дельфины в качестве до плавательных средств для своих вот кукол но то что вот безграничным движением они идеально подходит это вообще прям супер потому что барби йоги вот эти вот мои самые любимые куклы именно барби йоги не просто все барби а йоги именно то есть безграничное движение тела вот потому что они могут видите везде сесть везде вот такие позы классно сделать в общем дотронуться до лица монстр хоть конечно могут но не все и не так как барби эти безграничные движения вот или там эвер автор хайи они не все могут на тронусу до лица вот даже гулио поможет потому что у нее такие же безграничные движения какой этих барби вот у нее также тело сделано абсолютно и локти и грудные шарниры ноги все так же сделано ну кроме конечно же щико вот так и делают вот и за это я и люблю таких барби они мои самые любимые эти барби именно безграничными движениями нравится больше чем острых аевера автор хайи поэтому я как бы стараюсь даже сделать гибриды вот из этих кукол то есть покупая барби не шарнирную с красивой головой толстую неважно главное чтобы у нее глава бы вообще красивая и подбирая по скинтону тело и тело йоги покупателей барби йогу которая подходит и пересаживаю на нее тело кстати вот это 301 кукла у меня такая уже появилась вот ну я сейчас на нее конечно буду снимать обзор вот раньше я так не хотела снимать вот и сделать то есть купать барби не шарнир отсоединять голову и крепить на тело йоги потому что мне жалко как-то было но я покупаю естественно уже повтор потому что я все йоги собрала данный момент я жду тоже вот друг друг других йог это лыжницу вот безболистку так у нас ее нету на сайте она детском мире значится но ее нет я даже видела в бубль гоме тоже новых вот вот эту которая показывала вот пухляшку да и гимнастку такую же вот а там еще есть в этой серии безболистка и лыжница вот но лыжницы у нас к сожалению нет но может быть появится потом но безболистка даже на сайте есть она вот лыжницы нету на сайте вот безболистка есть написано что якобы она есть вот но на самом деле нет потому что у них на сайте светится в детском мире полностью вся коллекция а не конкретная кукла вот что вообще очень неудобно потому что дебилизм какой-то хочу конкретную куклу зачем я буду въездить туда-сюда все это блин поэтому вот так вот у них беспорядок такой на сайте поэтому лучше ехать в магазин и смотреть если там или нету вот ну в общем я даже видела вот бубль гоме их и тоже смотрела а там все какие есть тоже пухляшкой и гимнастка я их уже купила естественно вот кстати пухляшки гимнастки это я не говорил я распускала хвостик и и и там вообще кошмар там не волос если вы купите эту гимнастку безграничное движение новый да вот не распускайте и хвостик вообще ни в коем случае потому что я распустила у меня там волосы днях те очень короткие все обрезаны вот если например видите да прошита барби да она по всей голове вот смотрите видите вот у него как прошивка не знаю конечно видно но то есть она вот по рядам по всей голове а там идет прямо вот из одного места вот здесь вот так вот тут какой пучок мужские считай волосы да из одного места все прошитое то есть и не прошито по всей голове и волосы короткие оборванные потому что они специально сделаны под пучок вот и я распустила дурочка вот не знала думала ну может они просто в пучке и там их много вот а пыталась восстановить тому что она так некрасиво то есть можно то есть красиво смотрится но не очень то что у нее спереди короткий длинные сзади короткие в общем там не очень да как бы прическа вот поэтому я хотела восстановить но у меня с первого раза не получилось и в общем я как бы пыталась уже мне я написал на сайтах там как восстановить может узнает мне сказали нужно одеть до резинку и сделать ну как пучок как бы руками да вот так вот и полить прям кипятком я так и сделала да я несколько раз вела даже руками вот так вот вот обхватывала что пучок был там расческа как-то держала но у меня вышло да немножечко сделать вот они сказали что нужно еще чтобы он высох сам то есть оставить так сохнуть то что должен загнуться то есть должны волосы сами так ну да высохла все вроде бы загнулась вот но я еще там лаком забрызгивала чтобы уже до конца потому что некоторые там все таки как-то они торчали вот из пучка волосы поэтому пришлось сильно прям лаком заливать несколько раз даже вот и что-то как-то этот лак так залился что пучок как-то уменьшился и что-то как-то и не очень она мне даже нравился это же подумала голову поменять но все-таки нет потому что первоначальных барби я голову не снимаю вот если например вот у меня пухляшки не было да и я вдруг купила и решила тело поменять нет я сначала покупаю куклу если уж хотела менять то только повторно если это у меня кукла есть вот например там есть джойс да вот это вот первый с первой волны хотя их уже перевыпустили делали вторую нее тело намного темней вот и если их ее покупать эту джойс да то только если конкретно у меня есть чтобы менять тело если например у меня нет гимнастки этой куклы то тело я покупать и отсидеть голову не хочу ну ладно тогда оставлю так вот а тут что как-то на дачу я что ли тоже до решила взять потому что было холодно и не взяла барби с собой больших двоих на реку решила взять ее и еще одну там футболистку вот и что-то вдруг как-то мне понравился пучок все-таки думаю ладно придется это распускать и мыть кипятком и делать все-таки такие то что пучок тоже как-то лег не так ну то есть я забрызгала и он как-то уменьшился и что там прям не очень и только я понесла сняла резинку и так вот пыталась расчесать но только пучок сверху так и смотрю так красиво стало распушился он видать ну то что он в лаке был из лак застыл все это высох и вот так вот сделать расчесал такая смотрю ну прям остановилась прям конкретно прямо все под как вот было вот при продаже и я думаю классно прикольно назад одела резинку также сочетала вот не простой расческу как распушила вот и стала вообще прям классно все как при продаже было и не стала распускать вот поэтому если вы будете покупать куклу с любым пучком на голове не распускайте даже барби аши потому что аши точно не распускала это будет вообще потому что и них волосы сделаны конкретно под пучок и если их распустить они будут вообще не соответствовать какие-то будут выше какие-то длиннее то есть какие-то короткие и оборванные все поэтому не распускайте куколам барби пучок не только барби а вообще любая кукла если у нее на голове пучок будет не распускайте лучше оставьте так так намного красивее ну в общем вот такие вот дельфины два вот они вот так вот выглядят большие такие вот я купила они там еще пищат слава богу что их нашла потому что я говорю я хотела еще тогда купить пришла их уже нету может быть и были я просто не нашла говорю надут его видела только одного здесь тоже так же тоже хотела одного надут его покупать вот или спросить у вас он только тут он там что-то кассирша занята была потому что все прям хапали и хапали а мне такие ничего там не надо было уже то что осталось ну ватные палочки взяла еще чё-то там даже сдачи не хватило мне пришлось какие-то конфеты добирать чупа-чуп взяла племянницы этот арбузный какие-то конфеты тап с ногой она мне еще маму предлагает мне это нельзя есть у меня зубы я помню как в этой хапке купила мармелад и зуб сломала причем тот же то есть у меня вылетела пломба тот же зуб который я вот лечила за 7000 я уже говорила об этом что я вылечила вот на на обзоре посуды и собачки найдите посмотрите вот недавно вылечила вот и вот это вот и мармелад туда купила там за рублей на пример может 20 30 до мармелад это а в итоге обошелся мне этот мармелад за 4000 вот потому что после этого мармелада как я его даже не даже не съела я даже одну взяла там кока-кола такая была ведь в виде бутылочки кокола взяла и вода одну съела и все сразу все 4000 потом обошелся поэтому я вот эти жевательные конфеты стараюсь не есть потому что у меня зубы все залеченные и потрачено на них столько денег что я не хочу потом остаться без зубов потому что то эти все жевательные конфеты они потом эти все пломбы как возьмут и на не на этих же останутся поэтому даже не риски ничего не ем вот это все иногда даже бывает чипсы возьму куплю ну надо уже прекращать чипс есть потому что у меня после них язык болит все это все небо разъедает вредно это все поэтому не надо больше есть чипсы вот сухари точно больше не ем а вот а чипсов пока не могу отказаться поэтому но все-таки надо от них отказываться потому что у меня даже язва от этого от этих сухарей от этих чипсов причем она уже давно язва желудка у меня я иногда даже обостряется и я покупаю специальные таблетки чтобы их вот поэтому дети если вы едите до сих пор чупа чипсы чипсы сухари сухарики эти все кириешки компашки переставайте есть потому что у вас точно будет я тоже раньше не верила а у меня вот теперь язва от этого от дошираков от чипсов от всяких сухарей и если вы не и вот эти чипы чипсы это все это все херня извините за слово но потому что это есть нельзя это все вот гадость говно натуральное прекращайте есть это все еще особенно куку-колу пить это вообще-то химикат такой что туда добавляют я не знаю нефть что если вы даже потрясете она взорвется и полетит как ракета поэтому надо мне чипсы тоже прекращать есть и вам тоже не советую семье чипсы эти все гадость натуральная пускай американцы их жрут даже все их куку-колы чипсы гамбургеры вот они мои новые дельфинчики такие аксессуары плавательные для кукол